Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рекорд царь может быть любым. Например, Сергей Шойгу. Подождите, это очень интересно. Чтобы помочь Игоря Ивановичу Сечину. Собянина, Воробьева, Кадырова. Особенно Дерипаска. Все бросит и начнет строить города. Ну то есть вопрос в деньгах. Так, тройная зарплата. Это Шойгу пусть заплатит. Губернаторам разрешат обнулиться. В степь. В степь или в тундру. В России-то никого не осталось. Главы регионов. Голова. Это сработает для России? Спросите, что полегче. С вами Марьяна Минскер. Здравствуйте. Это программа «Выдержитесь». Со мной в московской студии RTVI. Профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова Наталья Зубаревич. Наталья Васильевна, здравствуйте. Я очень рада видеть вас в нашей студии. Спасибо, что нашли время. Начнем с итогов выборов. Вот вместе с выборами в Госдуму выбирали и главы девяти регионов. И лично для меня, и не только для меня, и для многих людей сюрпризом стал Хабаровск. Как могло случиться, что после всех протестов и митингов за Фургало, после такого недовольства властью, в первом туре победил Михаил Дегтярев? Что стало с протестами? Куда они делись? Сдохлись. Люди примирились. Против Лома нет приема. Зависимый электорат был приведен. Кто-то не пошел от бессилия. Ну и получилось то, что получилось. Я тоже ждала этих выборов. Все остальное даже как-то не брала в голову. А этих ждала, чтобы понять, вот фига в кармане есть. Уже и фига не очень получается. Это вот для меня самое печальное, что было в этих выборах. Даже не все эти дебаты по поводу электронного голосования и все прочее. Я пыталась понять длительность и силу регионального недовольства. Ответ отрицательный. Не очень длительно и с очень убывающей силой. Хотя протесты-то были очень минными, долгими. Ну, во-первых, это все-таки не все население. Не забываем, что основная протестная активность концентрировалась в Хабаровске, в региональном центре. Не забываем, что на смену протестам приходит рутинная жизнь. И она важна для людей. Но самое главное, вот эта апатия и подавленность. Сделать ничего нельзя. Вот это для меня самый тяжелый итог на примере Хабаровского края этих выборов. Ну вот смотрите, да, с одной стороны все так. И официальный итог выборов, конечно, победа Единой России. Но многие оппозиционно настроенные люди как раз отмечают, что эти выборы показали слабость власти. И что если бы не подтасовки и нарушения, коих было много, и мы видели картинки со многих избирательных участков страны, то результат был бы другим. И вот есть у некоторых людей ощущение, что постепенно настроения людей начали меняться. Другое отношение к власти. Вот вы какие-то изменения замечаете? Ну, я не барометр и не социологическая служба. Ядро провластное, оно никуда не делось. Это та самая 30-30 с небольшим процентом, которая будет голосовать за власть всегда. С чем я точно согласна, ну, я доверяю Шпилькину и его графикам, и понимаю, где у нас электоральный султанат. Это мы даже не обсуждаем ни первый раз, ни второй уже это происходит. Это уже фактически норма. Вот с чем я точно согласна, что происходит частичный переток из лоялистского ядра в левое ощущение. Потому что КПРФ добрала, ну, не думаю, что сильно от либералов, она добрала от людей, недовольных тем, как сейчас себя ведет власть, социально-экономические доходы, доступ к здравоохранению. Вот это ключевое. И поливение электората, мне кажется, я не политолог ни секунды, но оно есть, оно происходит. И у него вот именно у него очень четкая социально-экономическая основа. Поливение точно есть, потому что люди не видят света в конце тоннеля. Где тогда протесты? А зачем? Где вот это массовое недовольство? В чем оно выражается? На кухнях, в мате, в том, что доверия особого нет. Но патернализм одновременно вырос. Будешь протестовать и не получишь того, что получал. Ну, как вам сказать, я не берусь судить за среднестатистического россиянина, голосующего на выборах. Понятно, что я голосовала иначе. Но то, что политологи называют выученная беспомощность, существует, она есть и в электоральном протесте. Но недовольство растет точно, это показывает результат КПРФ. Это правда. Вот вы все правильно говорите, что экономическими условиями люди недовольны. Многие говорили о том, что пенсионная реформа подорвала доверие населения к власти. Когда это было? Ковидные ограничения, когда это было. Инфляция, вот она и есть сейчас. Все равно я не очень понимаю, в чем это недовольство выражается, кроме как в мате на кухне и в каких-то вот апатичных настроениях. Апатия, раз, это канализируется стандартно. Всем недоволен, но делать ничего не собираюсь. Второе, чем это выражается, одновременно в диком росте бытовой агрессии. Ну на ком-то надо сорваться, снять вот это недовольство. То есть статистика по домашнему насилию? Не только. Бытовая агрессия, это как люди общаются друг с другом. Что будет в метро или в автобусе, если кто-то там толкнет нечаянно или наступит на ногу. Это уровень нетерпимости, который резко вырос. Это в воздухе разлито. Я могу ошибаться, но я это просто чувствую. А во что это может вылиться, вот если ничего с этим не делать? Как вы считаете? Это вопрос на засыпку. Понимаете, долгой фрустрации жить невозможно. Два пути. Первое, сказать себе, ну все как идет и идет, я персонально буду адаптироваться. Идите вы все куда подальше, я сам буду решать свои проблемы. Путь второй, осмысленно понимать, чем это вызвано, что кроме форс-мажорного ковида, это еще очень много из политики, система принятия решений. Недаром же сейчас никакие вот эти вот за родину, не за Сталина, а за Донбасс и вдали, за Сирию не катят. Не катят абсолютно, потому что люди понимают, что, слушайте, давайте своими делами займемся. Может, хватит вашей геополитики? Вот смотрите, ведь еще недавно, даже когда Фургал пришел к власти, выборы были несколько лет назад, люди были, ну это было протестное голосование, и было видно это недовольство. А прошло несколько лет, и его нет. Нет, это потому что люди поняли, что ничего сделать нельзя. Открыли Библию, прочитали, или Ветхий Завет, я все время путаю, все проходит. Пройдет это. Пройдет это. Все проходит. Протест не может быть вечным. Люди очень адаптивные существа. Они привыкают и к плохому, и к хорошему. Я думаю, что это истина банальнейшая. Очевидно. Как вы считаете, кто обеспечил победу партии власти? Это лояльный электорат, которые всегда люди, которые всегда голосуют за Единую Россию? Это все-таки нарушения и потасовки, которых было много? Или это бюджетники, часть которых принуждали голосовать, как мы знаем? Вот вы и назвали все составляющие этого светлого пути и полученного результата. Пропорцию их я померить не в состоянии, но работали по всем направлениям. Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на этих выборах. Он набрал 99,7% голосов. Ну и бог. Путин сказал, что он понимает такой результат, потому что посмотрите на Чечню, что было и что стало. А что бы вы ответили на это? А ничего я не ответила. Рисовать можно и до 146%. Был у нас такой опыт. Вы знаете, я по этому поводу вообще не заморачиваюсь. Я прекрасно понимаю, что никаких опрокидывающих выборов в этот раз случиться не могло. И так оно и произошло. Я прекрасно понимаю, что не через электоральный процесс будет меняться политико-экономическая система в России. А как? Я думаю, что через поколенческие только изменения и смену наверху элитных групп. Увы. Это очень плохо. Но это, скорее всего, так. Поэтому я за этими выборами даже особо не следила. Ну, постебались по поводу 99. Предложим в следующий раз 110. Это будет лучше. Есть куда совершить ситуацию. А вот эта смена политических элит, она когда может произойти? Не знаю, не знаю, потому что частично она идет. Вы видите, что на позиции глав регионов, на позиции во многих министерствах заместителей постепенно перемещается более молодая генерация. Конечно, она полностью встроена во власть. Но все равно система думания у нее отличается от безмалого семидесятилетних с советским прошлым и со специфическим групповым менталитетом службы безопасности. Что-то будет меняться, но не через выборы, увы. Через выборы, знаете, что могло бы поменяться, но этого не допускают. Фактически, начинать трансформацию, если по уму, надо с выборов муниципального уровня, потому что именно в крупных городах прямые выборы мэров, они консолидируют разные группы интересов. Там дуриком не пропрешь, как в муниципальном районе, там, Пупкинском, да, где раздал всем эту гречку и победил тех спокойно. Нет, там драка будет. Любая драка, и это консолидация разных групп элит и конкуренция. Туда вовлекается население, люди приучаются как-то выбирать. Вот пока мы эту стадию не пройдем, причем вы понимаете, что в Татарстане будет одна история с Башкортостаном, да, а в Вологодской области совсем другая. Вот пока мы эту стадию низовой демократии не пройдем, ну, надейтесь на нового хорошего царя, ну, пожалуйста. Но царь может быть любым. Следующий. Пока снизу не прорастет навык демократии. Ну, как мы ее пройдем, если не допускают до этого? Ну, знаете, ничего вечного не бывает. Раз. Хорошо сразу не будет. Два. Пахать придется долго. Три. И счастья не бывает. Бывает движение к правильному направлению. Движение к счастью. Да, может быть. Поэтому я настолько философски на это смотрю, понимая, что вот та страна, которую мы сейчас имеем, это страна, которой предстоит очень долгий путь. Очень. К чему-то более устойчивому и нормальному. И никто не обещал, что мы пойдем рядами и колоннами линейно по этому пути. Еще охать будем по поводу того, как будут откаты назад. Не раз, не два. Когда ты понимаешь в долгую, как эта машинка работает, я уже много раз в разных местах говорила, истеричность уходит. Желание смотреть вот эти кретинские факты, да, полного уже лизоблюдства уходит. Ну, да, такие. И понятно, что в тех местах, про которые вы назвали эти цифры, то, о чем я говорю, придет еще лет на 50 позже. Ну, давайте попробуем, чтобы оно пришло сначала в большие города, чтобы что-то получилось в Москве. И поэтому вот эта драка за голоса в Москве, вот там-то было опрокидывающее голосование. Она важна. Вот это вот. Это сюжет действительно, который надо пристально за ним наблюдать, потому что именно в крупнейших городах будет формироваться в первую очередь гражданское общество. Да, очень много истерики, да, очень много шума, визга, но то, что к этому привлечено внимание, это очень хорошо. Это очень хорошо. В следующий раз. Ну, так вот лихо. Я не знаю, я до сих пор не знаю, кому верить. И поскольку я антихнарь, у меня нет своего суждения. И те убедительно говорят, и эти. Можно я в сторонке постою, подвешу этот вопрос? И посмотрю. И посмотрю. Вот мне почему-то кажется, что это важно. Не истерикать, а смотреть за трансформацией. Будут следующие выборы. Москва соберется. Если господа из оппозиции не научатся договариваться друг с другом, будет опять то, что будет. Я бы не на власть смотрела. Я бы на другую сторону больше внимания обращала. Что же у вас столько эго, ребята? Вы как-то можете немножко с меньшим собачением пытаться найти коалиции и компромиссы? Но, с другой стороны, власть делает все, чтобы не допустить оппозицию на выбор. Практически уже в России-то никого не осталось. Согласна, согласна. Ну, мой округ выбрал Владимира Рыжкова. Я очень рада. Я тоже за него голосовала. Поэтому изредка такие проблески бывают. Они, конечно, погоды не меняют. Да. Ну, делай, что должно. Я сегодня говорю об анальностях. И будь, что будет. Вот, с одной стороны, делай, что должно, и надо делать, и я с этим согласна. Но мы начали программу с того, что апатия, что протест не может долго продолжаться. И люди понимают, что ничего не изменить. Как это между собой состыковать? Элементарно. Активное меньшинство всегда меньшинство. И оно делает, что может. Пассивное большинство всегда большинство. Апатия заразна. Те, кто был активен Хабаровский и убедились, что толку грош, также вот попадают в эту зону пассивного большинства. Это нормальная психологическая реакция. Я ни секунды этих людей не осуждаю. Я понимаю, почему эта реакция случилась. И, с другой стороны, все технологии, которые были использованы. Зависимый электорат, да. Хабаровский особо не рисует. Там просто кто ушел в апатию, не пошел на выборы. А кого можно было заставить, того привели на выборы. Ну и да. В Думу прошла пятая партия, новые люди. И в том числе бывшая мэра Якутска Сардана Афксинцева. Ее уважают. Вот как вы считаете, она представляет собой новое поколение региональных лидеров, которые способны что-то изменить? Она, нет. Лично она вряд ли что-то изменит. Но, во-первых, она активный, думающий, сильный человек, до которого ушли с поста мэра. Ей сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. Но хотя бы была альтернатива. И она была, давайте своим языком скажем, по-человечески, она была разрешена, этой альтернативой. И то, что она осталась в политике, то, что она была лицом этой вполне себе невнятной партии, это очень хорошо. Это очень хорошо. Потому что умные женщины в государственной думе... Нужны. Нужны. И лучше, чем мужчины. Знаете почему? Почему? А там очень просто. Женщины смелее. Вы будете смеяться? Нет, я согласна. Женщины смелее. В культурных выражениях она может донести те позиции, которые мужчины... Ну, извините за мой гендерный подход, я насмотрелась этого в жизни выше крыши. Женщины меньше боятся. Почему? Не знаю. Вот партия «Новые люди», я сказала, вы улыбнулись. Понятно, что они за все хорошее против всего плохого. Вот они, не будем сейчас углубляться в детали их экономической программы, но они предлагают экономические реформы без политических изменений. Они не предлагают менять строй, политическую кухню. Ну, иначе бы их не было. Да, конечно, поэтому они и прошли. Но, в принципе, такое возможно, экономические преобразования без политических изменений. Это сработает для России? Вопрос, курица или яйцо? Ответ. Тупо конечники или остроконечники? Ответа нет. Мне кажется, что любые шаги в части экономической необходимы. Проблема в другом. Можно ли их осуществить без политических трансформаций? Частично да. Частично. Давайте начнем с этого. Понимая, что против лома этой политико-экономического режима нет приема пока, ну, курочка по зернышку. Ну, пусть попробует продавить то, что реально нужно. Реально. А что это? Вот что нужно в первую очередь? Ну, все, что связано со снижением давления на бизнес. Это самое главное сейчас. Без этого не будет расти доход. Я понимаю, что это намертво завязано на давление всех силовых структур, на супербюрократическую закрученность, завенченность. Понимаю. Но если удастся хотя бы первые какие-то шаги на этом пути сделать, это было бы здорово. Вы поймите, у меня нет иллюзий. Ну, нет у меня иллюзий. Я понимаю, насколько взаимосвязана экономика и политика. Но принцип очень простой. Вот можно здесь немножко подремонтировать, почистить, делайте. Ожидание того, что сейчас мы снесем это все, и будет хорошо. Не будет хорошо, будет по-другому. Но если вы уже расчистили какое-то место и улучшили какие-то правила игры, это на пользу. Экономический курс после выборов изменится, как вы считаете? Я почти уверена, что продолжится расширение социальных выплат населению и всех программ поддержки малоимущих в том числе. Если продолжатся какие-то разовые выплаты пенсионерам, как базовому электорату, они ни в коем разе не будут там сильно... Вы заметили, что пенсию работающим пенсионерам не подтянули. Деньги слишком большие. Одноразовая выплата не несет за собою... Да сколько хотите. Она все равно одноразовая. Она не увеличивает ваши социальные обязательства на долгий срок. Поэтому вот все эти инструменты будут обязательно использоваться. Это к гадалке не ходи. По детям я все-таки думаю, что раскошелятся. Школьникам вряд ли. Но уже то, что до 7 лет подняли регулярные выплаты малоимущим семьям с детьми, это хорошая история, но мало. Дальше, что еще будет? Будут с бюджетниками, не понимаю, индексация, да? А будет ли очередная попытка подтягивания? Скорее нет. Надорвались, не получилось. Нарисовали, в общем, в значительной степени это подтягивание. Обязательно будут регулярные индексации и повышения заработных плат и жалований всех силовых структур. Это гадалка. Так вот уже только сейчас сделали. И будет еще не просто индексация, а повышение. Ну, то есть настолько понятен дизайн, картинка системы, базовый электорат, самые остропроблемные группы с детьми, да? И те опора режима. Ну вот, ну что я вам нового сказала? Ну оно же видно просто какой-то чинаж. Хорошо, но вот я даже имею в виду не вот эти вот подачки, да, по 10 тысяч населению, как это было до выборов. А может быть, вот помните, у нас была такая программа льготная ипотека. Может быть, что-то вот типа такой программы. У нас, например, огромное количество людей закредитованы. Может быть, им какую-то поддержку предложат, как вариант. Ну, смотрите, под давлением макроэкономических властей старый формат льготной ипотеки убрали. И в этом было некое разумное зерно, потому что закредитованность, да, ипотечными кредитами выросла очень сильно. Сейчас его переформатировали таким образом, что в Москве и в Питере это стало не очень интересно, в регионах еще как-то, но добавили теперь специальные программы уже на первого ребенка, потому что чудовищно падать будет рождаемость. То есть про демографию думают, про демографию думают. И это, скорее, неплохо, потому что, во-первых, такого рывка, там же сидели еще инвестиционные ипотеки, люди думали, что мы сейчас вот квартирку-то прикупим, да, на кредит, а потом продадим ее сильно дороже. Ну, ждите, ждите, уже на вторичном рынке цены пошли вниз. Но россиянин, он как начинал играть с Мавроди, так он продолжает играть во все мыслимые эти инвест-игры. Ну, финансовая грамотность населения растет так медленно, что вот тут руки опускаются. Понимаете, вот не бывает политического рацио без экономического рацио. Если ты не умеешь вести грамотную политику своей личной инвестиционной истории, ты будешь мордой обстал и в политической политике. Многие не понимают, что это связанные вещи, но это рациональность. Сейчас у нас в политической истории другая рациональность. Так, чтобы ко мне не приставали, схожу, проголосую. Надьте. Начальник велит, пойду, а вось премию выпишут. Ну, вот это рацио такое, да, вот оно, оно, как бы его назвать, да, оно подневольное рацио. Был старый неприличный анекдот. Вы вырежете, но я скажу. Проще дать, чем объяснить, почему не можешь. Вот в этом рацию сейчас большинство российского электората. Увы. А в инвестиционных вещах ты так не можешь. Вы знаете, что у нас полтора миллиона человек играют на бирже? Да. И как они играют? Азарта россиянам не занимать. Квалификации по-разному. Поэтому вот так. Вы озвучили, каких мер экономических стоит ждать от правительства после выборов. А вы же много ездите по регионам. Что людям-то нужно, в первую очередь, от власти? Ну, вы знаете, получил все-таки резонанс, этот переход к легализации через самозанятость. Ну, уже три миллиона. Он сидел-сидел, да, как невызревший чирий. А потом, когда вот люди распробовали, это распространилось на другие, не на пилотные, а на много регионов. И многие поняли, что это нормальный формат. Ну, три миллиона, это уже много. Это правда много. И это успех. Да, но это уже есть. А что нужно? А пусть этот механизм расширяется. Вот почему мы так любим изобретать велосипеды, двумя, тремя, пятью колесами, или вертикальные, или квадратные. Вот этот инструмент работает. Развивайте его. Христа ради, не повышайте эти ставки. Четыре, соответственно, физикам, да, и шесть процентов бизнесу. Дайте ему поработать три-четыре года. Еще больше люди распробуют, что это нормальный механизм. Нормальный. Дальше. Совершенно понятно, что будут расширять программы поддержки семей с детьми. Мы впадаем в такую демографическую яму, что деваться некуда. Деваться. Не только стимулировать рожать, как мы было хотели, да, пушечное мясо по перифериям и слаборазвитым республикам. Нет. Сейчас надо тотально стимулировать и поддерживать. Два, две части. Пытаться стимулировать, понимая, что мало что у вас получится. Ну, не рожают люди от стимулов особо. Так, помаленьку. И второе, поддерживать те семьи, которые уже с детьми. А в яму мы попали демографическую, потому что вот тогда 90-е не рожали, и сейчас эти люди, соответственно, мало рожают? Нет. Или еще после ковида тоже? Нет, все вместе. Ну, давайте разложу. Яма наша демографическая была запрограммирована Великой Отечественной войной. Вот те, кто родились в войну, это очень маленькое поколение. Их дети рожали в конце 60-х. Это очень маленькое поколение. Их дети уже этих рожали в 90-х. И тут еще кризис добавился. Два в одном. Поэтому рождаемость сильно сжалась. И вот это поколение сейчас вошло в фертильный, извините за умное слово, возраст. Детородный. Оно маленькое. И вы не простимулируете его рожать по 3, по 4, по 5. Ну, точно. Просто некому. Это одна составляющая. А вторая составляющая, это к концу жизни подходит очень большое поколение по численности послевоенных лет рождения, 40-е и 50-е годы. Поскольку живут у нас не очень долго, то уже 50-е как бы тоже. Ой, где вы там? Да вот на конце дорожки. И у нас в любом случае, вот по этому году, разница между умершими и родившими будет, ну, больше, сильно больше 800 тысяч. А это, это, это безумно много, да. Где-то, может, под 900. Сейчас я вспоминаю, за январь и июль там, поюсь соврать, но где-то 560, по-моему, тысяч уже минус в естественную убыль. Поэтому, да. Это очень много. Там добавился и ковид. Если мы возьмем ковидные смерти, я вот сейчас обсчитала по последним данным, ну, я их считала с апреля 20-го, когда реально это все началось, по, вот сейчас последней даты, июль 21-го. Вот суммарно 600 тысяч избыточных смертей, если сравнивать эти данные с 2019-м годом. Почти 600 тысяч избыточных смертей. То есть вот в этой вот жуткой статистике естественной убыли, конечно, сидит и ковидная избыточная смертность. Все так. И сейчас у нас будет вопрос. Вот мне очень интересно, рискнут ли власти несколько облегчить миграционный режим. Потому что едет к нам Средняя Азия, мы понимаем. По объемам, количеству трудовых мигрантов, лидер Средней Азии. Украина, которая после Донбасса-Луганска поехала, ну, она уже сейчас резко сократился приток с Украиной. Ну, имеется в виду вот эти вот территории. И наше все это Средняя Азия и немножко Армения. Соответственно, будем открывать ворота пошире? Вопрос. Вопрос. В ковид мы их затворили. И миграционный прирост был мизерный. Но, а вот вы находитесь как бы на острие. С одной стороны, ваше население, россияне наши дорогие, которым очень не хочется видеть большое количество приехавших из Центральной Азии, из Средней Азии, будем точными. А с другой стороны, острейшая потребность в рабочей силе. Куда не идет население коренное. Это правда, потому что стройка – это тяжелая работа. Дорожные покрытия делать – это тяжелая работа. И в основном на них работают трудовые мигранты. Посмотрим. Это будет, вы знаете, по-честному у меня такое ощущение. Это будет и не толкай. Туда-сюда. Бизнес поднадавил, что некому строить уже. Чуть-чуть приотворили. Население запротестовало, что опять кого-то там убили или что-то с мигрантами. Немножко поджали. И вот в этом режиме шарах они туда-сюда, как и раньше. Ничего же не изменилось. Мы шарахались последние 15 лет. А если по регионам говорить, то какие регионы пострадали от оттока мигрантов? Деньги где были, куда они родные ехали. Москва. Москва, Московская область, где самая большая стройка. Питер, региональные крупные центры, хотя их столько не строят, и Севера нефтегазовый. Но там мигрант как бы мигранту рознь, потому что там основные места, где они работали, это вот мелкая торговля, ни о чем. Это какие-то строительные работы, да, это важно. Давайте так. Все, кто из трудовых мигрантов работали на крупный бизнес, а и на девелопмент, на застройщиков, там будет мощный лоббизм по поводу открытия ворот. Конечно. А те, кто вот колотился в нелегале и в каком-то секторе услуг, на подносе ящиков, да, ну, ребят, крутитесь сами. Про цены. Люди ждут от правительства сдерживания цен. Вот сейчас, кстати, Минсельхоз, да, на днях договорился с производителями мяса птицы, ну, фактически о заморозке цен до конца года. Это же прямое регулирование. Люди-то понимают, к чему это приведет? Ну, во-первых, я предупреждала на какой-то из прошлой передачи, я показывала, на что растут опережающими темпами. А, нет, какие виды продукции падают в объемах опережающими темпами, там была курятина. Рыба, я предупреждала, готовьтесь, цены будут расти быстрее. Ну, там птичегрипп или что-то еще, по рыбе были большие проблемы и с квотами, и с тем, что снизился китайский спрос, и они просто стали меньше ловить. Но реакция населения стандартная. Государство должно регулировать цены. Вот вы знаете, тут я развожу руками и, честно говорю, сделать с этим ничего нельзя. Советское прошлое нас догоняет и бьет в очередной раз кирпичом по башке. И вот только через пару поколений люди научатся понимать связь между регулированием, дефицитом и последующим, после завершения регулирования, ростом цен. Пока этой связи не видят. Вот подорожало, ты государству за все отвечаешь. Давай, приводи в порядок. Причем вы будете смеяться, это не только старшие возраста. Ну, жизнь меня сталкивает, да, с людьми существенно моложе меня, и у них это клише в голове воспроизводится. А у них-то откуда, казалось бы? Спросите, что полегче. Для меня ответ один. Некачественное образование в школе с точки зрения экономики. Просто не происходит прочистки мозгов на каком-то таком самом примитивном уровне. Предложение и спрос, как они взаимосвяжены, регулирование и его последствия, как они. У нас в школе учат тому, что государство отвечает за все, государство может все, и государство все сделает для вас любимых. Вот с этими светлыми мыслями выходят и 20-25-летние. Вы будете, ну, я, по-моему, у вас же говорила, что лет 10 еще в период экономического роста. В седьмом, что ли, году моя коллега преподавала, читала лекции, рассказывала о дефиците цемента. Стал студент и сказал, государство должно построить цементные заводы. Все, студент не лечится. Потому что это великое и могучее государство впечатано в мозг такою силою, что вот эти клишированные представления воспроизводятся из поколения в поколение. Плачем, разводим руками и вслед за Сан Санычем Маузаном говорим, что первое, что надо делать в России, ремонтировать школу. Он, правда, говорит, что второе суды и третье тюрьмы, чтобы не воспроизводилась вот эта культура. Но на первое место он ставит школу. И я с ним на 300% согласна. Наталья Васильевна, от чего зависит инфляция по регионам? Потому что, если брать официальную статистику, вот, например, в августе цены в среднем по России выросли чуть меньше, чем на 7%, при этом в Дагестане чуть выше, чем на 9%, а в Тюмени, например, на 4% с небольшим. Итак, уважаемые зрители, региональная статистика – это большая загадка. Говорю вам, как специалист по региональному развитию. Я вообще в голову это не беру. Мы не можем толком мерить ни динамику доходов по регионам. Как померили инфляцию, мне бы хотелось разобраться. Это же какой-то набор магазинов, куда сходили люди из Росстата. Какой вид продукции они сопоставляли с другим, велика сия мудрость есть. Поэтому расслабьтесь и не смотрите вы на эти цифры. Вот страновая инфляция 7% в целом. По продовольствию она выше, и мы это знаем. Намного. По оценкам разным 10-11%. Так вы же не знали о том, что у нас инфляция на некоторых неподовольственных рынках зашкаливает за 18-20%. Просто это на опте сдерживается и в розницу пока не переходит. А когда так было, чтобы лавина вот эта оптовая в итоге не переползла хоть тушкой, хоть чучелком в розницу, в цены на розницу. Потолок, что сдерживает, известно. У людей меньше денег. Платежеспособный спрос низкий. И поэтому вы не можете дуриком вот эту возросшую оптовую цену переложить на потребителя конечного. или у государства есть другие инструменты, вы их знаете, в части цен на бензин, когда оно регулирует это посредством взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами. Потому что это чувствительная история, потому что бензин массовый потребитель, он же вопит. Как же так? В мире цена бензина падает, а у нас нет. А потому что у нас обратный акциз. Кто не знал? У нас она не может падать. У нас ее несколько держит, чтобы не росла очень сильно. Но когда цена падает в мире на нефть, потребитель российский платит ту же денежку. Так отстроена эта система. Поэтому прежде чем ругаться, стоит включить немножко свои усилия и попробовать разобраться, почему так, почему государство сделало такую настройку, а ему так удобней. Не туда особо не ходит, не сюда особо не ходит. Потребитель терпит и хорошо. То есть вот цифры, я смотрела просто цифры по восстановлению экономической активности и по доходам населения. Они тоже отличаются сильно от региона к региону, тоже на них смотреть не нужно. Это тоже самая история, да? И забыли. Динамика среднедушевых доходов населения по регионам – это мои горючие слезы. Я уже теперь вообще не анализирую по конкретным регионам, а строю гистограммы. Скольких регионах без имен? Вот настолько упало, в скольких, настолько, а в скольких выросло. Рассказывать вам, почему росли доходы населения Калмыкии, я не в состоянии, потому что ответ у меня будет один. Так посчитал Росстат. Это же выборочные обследования. Выборка на страну не очень большая, давайте я корректно расскажу. Поэтому плюньте и забудьте. А на самом-то деле, как с доходами дела обстоят? Ну, в целом, если мы говорим по Росстату, во втором квартале, они же теперь по квартальной, третьего квартала мы не знаем, он будет, извините меня, ноябрём. Соответственно, по второму кварталу они упали на 8, округляю немножко процентов, а обратно выросли на 7,7, это реальные доходы. Если реальные располагаемые, это не мучаю вас, поменьше. Короче, не дотянули чуток. Ну, меня не это волнует. Ну, упали в яму, почти отжались. К концу года наверняка падение 2020 года, там, под 3%, ну, будет почти перекрыто. И мне не так важно, почти или полностью. Слушайте, ну, 0,3% вас волнует, меня нет. Меня волнует другое. Мы из ковидного кризиса более-менее выползли. А что мы будем делать с падением, начиная с 2014 по 2016 и очень медленным выползанием вплоть до 2019 года? Там-то у нас без малого 7% падение. Ну, хорошо, ну, с ковидом вам радостно сообщат, что мы вышли из ковида. А когда вам радостно сообщат? Мы когда восстановимся на уровень доходов 2013 года? И тишина. Поэтому не перевозбуждайтесь от сообщения о государственной статистике. Помните, пожалуйста, что по уровню доходов в 2020 году мы оказались где-то, будучи в 2020, примерно в 2011-2012. Да, так и есть. Это вот отчет счетной палаты я смотрела сегодня. Уровень десятилетней давности. Правильно. И то, знаете, за счет чего? За счет соцвыплат доходы подросли. Да. Так о чем не счетная палата? Я сама все посчитала. Они молодцы, озвучили, потому что, ну, уже хватит петь про паровоз. Что он как-то это вот во всех информагентствах. Во втором квартале доходы населения выросли на 7,7% в реальной. Я вот своих студентов учу, что не врут у нас. У нас говорят только часть информации, удобную и приятную для начальства. А если вы скажете, упали на 8 и отжались на 7,7, картинка как-то меняется. Поэтому знания материальной части избавляют от иллюзий и излишней нервозности. Смотришь спокойнее. Говоря о том, что нового власти могли бы предложить населению, вот сейчас какие-то мегапроекты предполагаются. Например, Сергей Шойгу, подождите, это очень интересно, предлагает построить в Сибири новые города до пяти научно-промышленных центров с населением до миллиона человек. Алюминиевая долина такая. То есть это аналог американской силиконовой и кремниевой долины. Да нет, это аналог моногородов советского периода. Давайте называть вещи своими именами. Это вообще нужно? Это невозможно. Все остальное уже не имеет значения. Ответ простейший. Это невозможно. Я не готова разбирать предвыборные речи одного из лидеров, фронтменов партии «Единая Россия». Как специалист по развитию регионов, я говорю коротко и безапелляционно, это невозможно. Почему? Как в лагом будем строить? А? Где мы наберем то количество, которое... Ну, это предлагали заключенных, там, правда, на железную дату, на БАМ. Давайте самый плохой вариант не рассматривать. Во всем Красноярском крае вам надо просто, чертовой матери, переселить Красноярск, чтобы реализовать светлые идеи нашего главы Министерства обороны. Во-вторых, внутри региона люди никогда не переселятся. Из Иркутска в эту долину, у них ночью будет сказано тоже, из европейской части не поедут. Это медицинский факт. Когда искали работников? На завод, который строился, алюминиевый, рядом с Богучанской гидростанцией. Вот, изучали вопрос о возможном переезде с Северного Урала, где тоже есть алюминиевые заводы, закрыли там, оставили только производство глинозема, извините. Что сказали люди? Так, тройная зарплата по сравнению со старым местом работы, тогда подумаем. Ну, то есть вопрос в деньгах. Первое. Отчасти в деньгах, но тройную зарплату никто... Это Шойгу пусть заплатит. Можно я вот так? Из фондирования Министерства обороны. Если часть перерулят, людям же, я буду рада. Второе. Перетока из европейской части на восточные территории нет от слова совсем. А если мигранты? То есть мы всю Среднюю Азию радостно отправим в алюминиевую долину? Ну, почему бы нет. В этом есть некая оригинальность, знаете, да? Ну, уже мастебаемся. Ну, вот как бы это нереализуемые проекты. Он говорит, что не только бюджетные деньги, а еще за счет частного капитала. Особенно Дерипаска все бросит и начнет строить города. И мы все радостно посмотрим, зная, что у него творится в его городах, с экологией, да, со многими другими делами. Это не та компания, которая хочет быть сильно социально ответственной, я уж так скажу. Я понимаю, а вообще откуда такая идея? Я понимаю, что невозможно залезть в голову в Шойгу, но это вообще посыл-то правильный или нужно старые брать и как-то на их базе там строить что-то? Это опять советская реновация. Реновация советского способа освоения ресурсных регионов. Ведь огромное количество городов в советский период строилось при заводах. Их судьбу многих мы знаем. Это те самые моногорода, множество которых, не все, конечно, металлургические нормально. И у Дерипаски более-менее нормально, потому что алюминиевая промышленность работает и прибыльно. Но многие из которых плачат сейчас очень непростое существование. Поэтому, вот как мы с вами говорили, государство отвечает за все, государство должно все. И вот ровно тоже мы наблюдаем в способе думания и речах очень многих людей, которые даже не по макушку, а по потолок, все еще в советской ментальности. Государство решило. Думаю, что вот такие инфраструктурные проекты дадут результат. Ой, ну это, тут хотя бы, пока была была совсем, а вот то, что собираются делать на Таймыре с нефтедобычей, со всеми мыслимыми льготами, и новая еще угля добыча на Таймыре. Ну вот тут я начинаю задумываться, потому что кроме разговоров про эти города в Сибири ничего не будет, а вот в гроханные деньги в освоение Таймыра, как нефтедобывающего региона, в условиях очень больших рисков спроса на нефть, пять лет не платежа никаких налогов, раз, еще государственная помощь в создании порта в дно глубительных работ, это у нас с вами отберут эти деньги. Чтобы помочь Игорю Ивановичу Сечину на Таймыре. Вот про это я очень сильно думаю, потому что лоббистский ресурс в этой части огромный. А представив себе великого лоббиста строительства сибирских городов господина Шойгу, как-то у меня не получается, у меня очень мозги простые. Я понимаю, что кроме слов это ничем не закончится. А Таймыр, ох, как может закончиться гигантскими гроханными деньгами и результатом таким, ну чтобы отбить этот проект даже со всеми льготами, надо лет 10. А мы не понимаем, так главное освоить, главное освоить. А мы же не понимаем, что будет с рынком нефти в конце 20-х и в начале 30-х. По всем прогнозам вниз. Но, смотрите, вот тут я, наверное, частично не права. Я не специалист по нефтяному рынку. Но то, что туда вложились крупнейшие мировые трейдеры, трафигура, еще что-то, говорит, что все эти ребята думают примерно похожее. Вы никуда не уйдете от нефти. Мы продавали и будем ее продавать. Является ли это деформацией сознания людей, работающих на нефтяном рынке? Я не знаю. Или они уверены в том, что этот ресурс, ну не то чтобы вечен, но на 20-25 лет хватит. И логика простая. Логика очень простая. Если можно заработать сейчас, а дальше непонятно что. Надо качать и зарабатывать сейчас. Я их логику понимаю. Но то, что там недооценка рисков, и то, что это великий лоббизм, заставляющий раскошеливаться государство, мне это не нравится. Может, ты просто распил? Ой, если честно, ну пилить-то можно по-разному. Трафигура торгует. Но что им пилить? У них своя маржа очень хорошая. Роснефть должна добывать больше. Ведь это идет под какой маркой? Вы забыли? Геополитическая. Это же не просто, чтобы Роснефть получила новое месторождение и как бы сняла с них прибыль. Нет. Президент поставил задачу перевозить по Севморпути 100 миллионов тонн в год. А сейчас 30. Мы, Роснефть, сделаем Севморпуть вместе с угольщиками Худайнатова мощной артерией, которая покажет геополитическое присутствие России в Арктике. Дальше петь или вы уже как бы наслушались. Ну вот, это же под таким соусом подается. Экономика компании важна для компаний. А для государства важнее всего геополитика. Новость недели. Губернаторам разрешат обнулиться вслед за Путиным, а главы регионов смогут избираться больше, чем на два срока подряд. Вот как вы считаете, этот законопроект сделан конкретно под Собянина, Воробьева, Кадырова и Мениханова? Или это вот у нас уже такая концепция несменяемости власти в действии? Пока под конкретных, я со свечкой не стояла, но по моим ощущениям, пока это под конкретных людей, чтобы просто спокойней, без шума провести, если потребуется, пролонгацию. А что будет дальше, ни вы, ни я не знаем. Останутся ли там вечные фигуры, ни вы, ни я не знаем. По политической целесообразности. Как-то так. Но это резко упрощает работу с губернаторским корпусом. Это плохо? Или вот в условиях уже сложившейся системы, в принципе, все равно? Уже не имеет значения, честно. Уже не имеет значения, потому что несменяемость верхней власти, раньше или позже, должна была дополниться, несменяемостью региональной власти. Мы просто видим процесс и уже даже не удивляемся. Вот эта система цементируется, отстраивается и пытается быть монолитной. Ну, посмотрим. А это не сделает из этих людей, которых мы только что назвали, таких супер-игроков, которые приблизятся по фигуре к самому? А вы забыли дополнительный пакет к этому предложению? Выговоры. Да, да, да. Так хорошо, грануированная система. Мало того, что у нас было по утрате доверия, да ради бога, да, отправляй. Нет, теперь мы вас, ребята, будем маленькой розочкой, побольше палочкой, а кого-то кнутом. А уж потом утратим доверие. Ну, это все игры бюрократии, неинтересно. А то, что губернаторам теперь нельзя будет называться губернаторами, а их будут называть главами субъектов федерации, это вот о чем? Это фантомные вещи. Это чтобы не было президентов. Окончательно и бесповоротно пока же есть президент Татарстана. У нас же два еще, да, Татарстана и Батарстана. И второе, слушайте, слово губернатор не русское. Вы забыли? Ах, вот оно. Ах, вы как думали. Нам зачем эти губернаторы американские? Ну что вы? Главы регионов. Голова. Все про... Ну, чаще всего объяснения очень простые. И в заключении, Наталья Васильевна, вот смотрите, цены на нефть растут, сейчас какие-то пиковые значения. Экономика хода беда начинает восстанавливаться после ковидного именно, после пандемии. Практически восстановилась, кроме платных услуг. Второй квартал 21-го перекрыл падение второго квартала 20-го. Вопрос. Когда мы увидим экономический рост? Когда мы увидим рост доходов населения и заработных плат? Итак, заработная плата все-таки растет, потому что она измеряется в основном по крупным и средним предприятиям, организациям, где осуществляется индексация чаще всего, да, что в частном бизнесе, что в бюджетке. По полному кругу предприятий, организаций, ну, хотелось бы увидеть детальную разбивку цифр, потому что я никогда не поверю, что в малом бизнесе, юрлицах, так уж сильно индексируют зарплату. А если мы сходим еще вне организаций, то есть и пешки, и самозанятые, неформал, мы там вообще ничего не знаем, кто там индексирует зарплату, если люди работают у этих неформалей. Понятно, что мы видим цифры по тем организациям и структурам, которые просто индексируют. По доходам населения. Сейчас восстановительный рост произойдет, а дальше я не понимаю механизмов продолжения роста в заметных размерах. Если экономика будет расти, да, доходы будут расти. Но пусть мне покажут сначала рост экономики постковидный, не восстановительный, а как бы уже инерционный, постковидный, тогда и поговорим. Будет ли снижаться бедность? Ну, анонс уже снизилась в 2020 году. В 2019 было, как говорит нам Росстат, 12,4, а в ковидном 2020 12,1. Ну, говорит Росстат, и я не могу ему не верить, что вот это выплаты на детей два раза по 10 тысяч. И то, что стали помогать малоимущим от 3 до 7 лет. И вот это, поскольку у нас главная бедность, детская бедность, и это помогло снизить показатель. Ну, кому еще помогут? Как дальше будет вот рассчитывать? Честно, не волнует. Нулевые, 0,3, 0,2, динамики, ну, 1% динамика роста того, другого, третьего, или снижение первого, второго, третьего, не производит впечатления на население от слова совсем. Это бальзам на душу начальства, которое, можно сказать, ура! На 0,3 десятых. Да, 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 мы там ломим, гнутся шведы, у нас там... А население-то почувствует только на нормальных темпах роста. И никак не раньше. Поэтому, ну, пусть играют в свои статистическо-политические игры. Вот еще раз, спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие. Пересматривайте мультик про пятачка, ослика Ио и медвежонка. И будет вам гораздо лучше. Нет, и будет вам некоторая мера душевного спокойствия. Спасибо вам огромное, Наталья Васильевна. Это была Наталья Забаревич и Мариана Минскер. А вы держитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова